Еще в конце ноября на совещании по обеспечению правопорядка глава региона поручил разработать новое подразделение, которое будет заниматься формированием стратегии миграционной политики, а также взаимодействием с правоохранительными органами и муниципальными властями. Новую структуру сформируют за счет перераспределения кадров в администрации края, отметил губернатор. По миграционным моментам поддержали инициативу создания управления по мониторингу миграционных процессов. Это очень важно. Такое управление должно появиться, потому что миграционные процессы однозначно не могут брошены быть на самотек или каким-то естественным способом регулироваться. Я не против трудовых мигрантов легальных, безусловно, но понимание, что они дают, что они строят или не строят, или вообще, что они делают, и что мы в итоге получим от того, что эти иностранцы приедут к нам, мы должны хотя бы понимать. И вот здесь я попрошу Алексея Сергеевича Погородский, давайте вернемся к комиссии по мониторингу миграционных процессов. Туда войдут уважаемые люди нашего региона, общественные деятели, депутаты войдут. И вот такая комиссия будет принимать решения и по квотированию, и по выдачу патентов, по отдельным, подчеркиваю, отраслям экономики. Во-первых, мы тогда свою безработицу сведем к нулю. Или поймем, кто нам нужен. На Кубани работают более 70 тысяч иностранных граждан, но не все мигранты находятся на территории нашего региона легально. Так только с начала этого года в крае зафиксировано около 20,5 тысяч фактов нарушений миграционного законодательства. Около трех тысяч нелегалов выдворили из страны.